Ассаламу алейкум, друзья, с вами Наглый Узбек, и в этом видео мы с вами обсудим про кидалово в России. Илхам, на этом объекте, да, вам деньги не платят? Да, да, вот этот объект, я здесь залил фундамент на школу, а там еще один секс, пять секс, я залил там. Только в сложности 12 миллионов сейчас должны? На гидроизоляции на месте там 13 миллионов, да? 13,5 миллионов. Внимательно смотрите и видео, и запоминайте название этой фирмы. И имейте в виду, таких случаев очень много, и вы говорите, что трудовые мигранты из Средней Азии постоянно нарушают законы России, не платят за патенты. Ну, когда тебе не платят твои же деньги, которые ты потратил время, потратил свое здоровье и отработал на каком-то объекте, и тебе не заплатили твои же деньги. Как ты можешь заплатить за патент, за налоги? Я думаю, что за этот случай должны взяться структуры, которые постоянно наблюдают за блогерами. За мной тоже наблюдают, потому что многие мои слова задевают русских людей, и на это очень сильно внимание обращают силовые структуры. Я хотел бы сказать, чтобы они должны обратить внимание на этот случай, потому что там 50 человек, если нарушат закон Российской Федерации, это очень плохо. Это очень плохо никогда не нарушать закон страны. Но, когда силовые структуры не обращают внимания на такие случаи, я думаю, о чем вообще можно говорить. Как вы можете говорить о законе, которого нельзя нарушать? Когда ваши же люди, ваши же субподрядчики нанимают людей из Туркменистана, из Узбекистана, из Таджикистана, и без разницы, да, откуда, ну и из Средней Азии, и не платят им деньги. Для вас это нормально? И реально вы можете сказать, если тебе не нравится, убирайся к себе домой. Ну, это же дурдом. Ты сам просишь, чтобы не нарушали закон, и сам способствуешь к этому. Не должно так быть. Уже, по-моему, пора обратить внимание на таких людей, которые кидают рабочих, а рабочие, в свою очередь, не могут заплатить вовремя патент, налоги, и с помощью этого нарушают закон. А умники, которые создают какие-то общины и говорят, вот нужно ловить вот таких вот людей, которые нарушают закон, они, мне кажется, заодно с вот этими кидальщиками. Кидальщики дают им наводку, сами же кидают, и вместе работают с русской общиной. Мне кажется, почему-то так. Тринадцать в военном. Георгий, это ваш партнер, да? Да, да, да. Я понял. Георгий, а скажите, чуть поближе, чтобы микрофон был слышен. Вот этот субподрядчик, как название компании? InStroy. 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 Это получается субподрядчик у самолета, или есть генподрядчик? Это субподрядчик, есть генподрядчик Stone, инженерные коммуникации. Ага, Stone. Подрядчик у них InStroy. В InStroy работали сотрудники, с которыми мы, собственно, договорились. Игорь и Нураддин. Нураддин. Да. Нураддин, он откуда? Да, так и Станин, по-моему. Если бы русская община была бы за законный порядок, и прям сильно беспокоилась бы о людях, которые не нарушают закон, они, мне кажется, как-то влезли бы в эту ситуацию, и, наверное, или бы, или на похожую на такую ситуацию, и решили бы какие-то проблемы. Но никто их не решает, никто их не видит, потому что всем это нравится, но все говорят, чтобы люди не нарушали закон в России. Ну как ты можешь не нарушать, когда тебе не платят твои же заработанные деньги? Платят вообще? С 16 числа денег нету, 16 июля. 16 июля денег нету? Приостановили работу, потому что они не могли сдать исполнительную документацию в самолет. Ага. А по какой причине не могли сдать? Отсутствие сотрудников. Система. И хочу сказать, братья и сестры, которые работают в России, если вы не хотите попадать в такие случаи, а вы не хотите, я знаю, заходите в ссылки под этим видео, в описании есть ссылка, нажмите на эту ссылку, и будет платный канал этого человека, который снимает это видео. Этого человека зовут Тимур, и он автор канала Эмигрант. И он создал канал, с помощью которого вы можете найти рабочих, вы можете найти специалистов, и также вы можете найти 100% гарантированную работу. И в этом канале вам объяснят, как сделать так, чтобы вас не кинули. Если вы живете 10 человек в одном бараке, либо в одном контейнере, мне кажется, даже если вы по 20 рублей скинете, либо по 50 рублей, сумма нужная для оплаты этого канала у вас получится. Зато у вас будет гарантированный работодатель, у вас будет гарантированный специалист, и вам мешать, чтобы продолжить вашу работу, ничего не будет. Не нарушайте закон, не нарушайте порядки России, и оставайтесь людьми. Рано или поздно, перед Богом, мы все будем отвечать. Да, интересно. А самолет вообще в курсе нет по этой ситуации? Самолет в курсе. Я думаю, самолету надо сейчас звонить, ехать прям самолет в офис. Знаете офис их? Да, да, да. Да, ехать прям с камерой и снимать, и показывать то, что их партнеры не платят работягам. А работягам, если они платят, соответственно, кто придет сюда работать на их объекты. Я знаю, что у самолетов большая нехватка сотрудников. Большая нехватка сотрудников. И вот эта репутация, что на самолетовских объектах не платят деньги, им нахер не нужно. Конечно. Им нахер не нужно. А вообще... Кстати, братья и сестры из Таджикистана, из Узбекистана, из Кыргызстана, если вы работаете в России и отправляете деньги домой, делайте это с умом и полезным путем. С помощью приложения Мир Привилегий, его вы можете найти в описании под этим видео также. И отправляйте деньги, и когда отправляете деньги, пишите мой промокод АК-2, и с помощью моего промокода АК-2, сэкономьте деньги. При отправке у вас удерживают каждый раз процент. Как будто мало удерживают, да, как будто вы мало платите там с помощью патентов и налогов. Мне кажется, копейка рубль бережет. Все-таки эта пословица работает правильно. Поэтому копейка рубль бережет. Сберегите свои деньги и отправляйте деньги с помощью Мир Привилегий. Также пишите мой промокод АК-2. Не забывайте. Всем ассаламу алейкум. С вами был Нагруздин. Вы из Киргизстана? Тогда я вас поздравляю. У вас есть огромный шанс выиграть квартиру в Бишкеке. Для этого необходимо написать промокод АК-2 при отправке деньги в Киргизстан. Так что, братья и сестры, скачивайте приложение Мир Привилегий. И при отправке деньги промокод пишите АК-2 и выиграйте квартиру в Бишкеке. Продолжение следует... Продолжение следует...